Здравствуйте! В эфире Углегорские новости в студии Елизаветы Кипарисова. Наша информационная служба готова рассказать об итогах этой недели. Прямо сейчас о самом важном. И снова авария с участием углевоза. И в этот раз есть пострадавшие. Всем этим угольным разрезом заведует господин Несевра, я так понял. Взял бы построить для КамАЗа отдельную дорогу. В Углегорском районе продолжают строить жилье, сроки и планы. Дзюдоисты завоевали три медали на областном турнире «Как воспитывают чемпионов». В пятницу 5 марта госпитализировали семеро воспитанников шахтерского детского сада номер 8. Причина – кишечная инфекция. Детям оказали медицинскую помощь. По факту случившегося ведется эпидемиологическое расследование. Специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок детского сада и взяли анализы. Их результаты должны быть готовы на следующей неделе. В Углегорском районе произошла очередная авария с участием углевоза. Случилось это в среду 10 марта возле Ольховки. КамАЗ буквально снес УАЗ буханку и подмял под себя. Подробнее в репортаже Дарьи Кораблевой. К сожалению, авария в Углегорском районе становится трагической обыденностью. В этот раз углевоз вылетел навстречу и столкнулся с УАЗом. КамАЗ занесло и он врезался в нас. Собрал нас, развернулся. Пострадали водитель и пассажир УАЗа. Передняя часть автомобиля буквально вывернута наружу. Водитель КамАЗа двигался со стороны села Ольховка, в сторону Углегорска, где, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. В результате чего столкнулся со встречным автомобилем УАЗ, за управлением которого находился водитель и пассажир. В результате этого они получили телесные повреждения. Подошел занос прицепа автомобиля. Ехал встречный автомобиль УАЗ. И вот попал в такую ловушку нашего КамАЗа. Попасть в ловушку углевоза боятся многие водители Углегорского района. В 2021 году уже официально зарегистрированы 15 аварий с участием большегрузов. А сколько было дорожных происшествий без вызова сотрудников ДПС не сосчитать. Мы регулярно видим перевернувшиеся или улетевшие в кюветы углевозы и их прицепы. Они носятся, как у гориллы. У них много аварий случается. Ну и дорогу я бы всем этим угольным разрезом заведует господин Месевра, я так понял. Взял бы построить для КамАЗа отдельную дорогу хотя бы. Они делают свою работу, я понимаю, но бывает, что скорость превышают, обгоняют. Страшно, когда прицеп. Ну и разбиваются они. То есть аварийную ситуацию делают. Сколько было КамАЗов, аварий было с этих КамАЗов. Да и все, и уголь бывает, что летит, и стекла разбиваются. Бывает, вот это, они сеточкой накрывают, а наш уголь вообще не держит. Вот это бывает, вон стекла побитые. Рядом с углевозами страшно. Месяц назад при столкновении с большегрузом погиб водитель. Габариты углевозов огромные, как и скорость. Жители Углегорского района возмущаются, жалуются и комментируют. Но вопросы все еще без ответов. Прошу редакцию газеты и местного телевидения снять репортаж о гоночных КамАЗах, которые передвигаются по улице Гужева. Ограждения все вывернуты. Носятся КамАЗы на повороте с технологической дороги. Даже не притормаживают. Сколько можно это терпеть? Мало, наверное, трупов. Скоро КамАЗы в дома будут влетать. Если бы их наказывали как следует, было бы меньше аварий. И может быть их самих. Когда местные работали, не было ничего. Как только посадили за руль непонятно кого, понеслось. И все все видят и знают, и ничего не делают с этим. Когда они уже перестанут гонять? КамАЗисты носятся, как сумасшедшие. Из-за них только аварии случаются. Аварии продолжают случаться. И слишком часто. В ДТП против такого участника дорожного движения шансов нет. Слишком большая весовая категория. Угольным компаниям и перевозчикам есть на что обратить внимание. На безопасность. Но пока на дорогах Углегорского района попасть в аварию с углевозом – пугающая реальность. Дарья Кораблева, Евгений Мелехов, Александр Гагаркин. Углегорские новости. В Углегорском районе продолжают строить жилье. Напомню, в конце прошлого года в райцентре заселили два дома на улице Приморской. На очереди еще одна многоэтажка. На улице Инженерной. Далее подробнее. С приходом весны оживает не только природа. Активные работы начинаются и на стройплощадках. Например, на улице Инженерной в Углегорске. Здесь строят пятиэтажный дом площадью 2600 квадратных метров. Это 57 квартир. Их планируют сдать до конца нынешнего года. Напротив пятиэтажки возведут еще одну. Такую же. Кто конкретно сюда переедет, пока неизвестно. Но это точно будут те, чью жилье признали аварийным после 1 января 2017 года. На востройке в этой части города сменяют дома, которые возводили еще японцы в начале прошлого века для работников бумзавода. Один из этих домов сохранился до сих пор. Сейчас ведется заливка пока подвальных помещений и уже армирование первого этажа. Планируется, что к маю, может быть к июлю, будет произведено строительство самой коробки. И где-то, наверное, в мае-июне начнется подготовка котлована второго дома. Но в этом году, я думаю, что, скорее всего, введен будет пока только один дом. Кроме пятиэтажки на инженерной, в Углегорском районе планируют сдать еще несколько многоквартирных домов. Правда, арендных в Углегорске и Шахтерске. Алина Голоскок, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Заболеваемость коронавирусом в Углегорском районе снижается. По информации Углегорской районы больницы в муниципалитете три человека с COVID-19. Первым компонентом гам-ковид-вак привилось более полутора тысяч жителей за три месяца. Вторым компонентом – около тысячи. Сегодня в Сахалинскую область доставили первую партию новой вакцины – «Спутник Лайт». В Углегорский район отправят 150 доз. Как и при вакцинации, компонентом гам-ковид-вак первые прививки получат медики, педагоги и социальные работники. Есть категории пациентов, у которых возникают сложности в связи с двухэтапным вакцинированием. Таким пациентам тоже будут предлагать однократную прививку. Согласно статистике, островной регион сохраняет лидирующее положение в стране по вакцинации от коронавируса. «Спутник Лайт» – это та же вакцина «Спутник», только там идет одна доза. У большинства привитых гам-ковид-вак вырабатываются антитела после первой дозы. И небольшое количество населения нужно для того, чтобы вторая доза укрепила этот эффект. В Сахалинской области зарегистрировано почти 22 тысячи заболевших. Проходит лечение 900. Выписаны с выздоровлением около 21 тысячи человек. Прошли вакцинацию 31 тысяча жителей Сахалинской области. В этом году зима заставила углегорских дорожников работать на пределе сил. С приходом весны дел не убавилось. О промежуточных итогах борьбы со снежными завалами расскажем далее. Время праздников поступали много замечаний по поводу того, что невозможно ходить по улице обледенения и так далее с разных районов. Давайте мы сейчас на коротке переговорим на этот счет. Коллеги, это касается всех глав. За неделю привести все в порядок. По данным местной метеостанции, снега в этом году выпало в 7 раз больше, чем в прошлом. Тогда снежные завалы достаточно было только сдвинуть. Сейчас в расчистке задействована вся техника 25 единиц. Сейчас мы работаем, как бы предприятие работает в усиленном режиме, работаем в две смены, днем работаем и ночью. Собственной техники у нас не хватает, которая стоит на балансе учреждения. Мы привлекаем дополнительно. Самое большое мы привлекали – это 10 самосвалов и 4 погрузчика. В районе 14 населенных пунктов. В общей сложности это 170 километров дорог. Кроме расчистки проездов, у жителей еще больше негатива вызывала уборка дворов. Сделали там целую кучу. Вот у нас пятая школа, оттуда гребут и шлак, и все, сами видите, рядом. Вот такие горы снега, и никто не вывозит. Снег-то убирают вроде бы, а никак. У нас во дворе трактором все убрали. Ну так, могу сказать, что нормально работают. По нормативам муниципальная техника обязана в первую очередь в 6-часовой срок очистить проезды по центральным улицам и к социальным учреждениям. После выполнения своего объема работ уже помогает управляющим компаниям освобождать от снега дворовые территории. На сегодняшний день мы вывезли уже порядка 60 тысяч кубометров снега. Для понимания, это примерно, вот если брать один у нас самосвал 15 кубов в среднем, то это будет 4 тысячи самосвалов. Вот такой объем мы вывезли в этот раз, в этот период. А в прошлом периоде мы вывезли где-то около 2 тысяч кубов снега всего. Дорожно-транспортное хозяйство ежедневно составляет график расчистки дворов. Также имеется и двухнедельный, который может корректироваться. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Евгений Мелехов. Углегорские новости. По вопросам рекламы и объявлений вы можете обратиться по телефону 43 021 и 8 924 283 04 47. Но прямо сейчас реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Углегорским школьникам ЕГЭ сдавать не обязательно. Споры вокруг единого государственного экзамена велись с момента его ввода. Коррективы внесла пандемия. Самые серьезные изменения для выпускников, которые решили получить рабочую профессию и не собираются в ВУЗ. Они ЕГЭ могут не сдавать. Им предлагается пройти государственный выпускной экзамен. Два предмета – русский язык и математика. Государственный выпускной экзамен по русскому языку включает 24 задания базового уровня. Экзамен по математике состоит из 14 заданий, тоже базового уровня. Тем же школьникам, которые решили поступать в ВУЗы для получения аттестата, достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку. Первое – это то, что мы еще не сдали итоговую аттестацию, это сочинение, которое с 4 декабря сначала перенесли на 5 апреля, теперь на 15 апреля. Поэтому я думаю, что все-таки сроки экзаменов немного перенесутся, судя по сочинению. Ну а так, вообще, экзамены по документу, который мы уже подписали. Первый экзамен мы сдаем русский язык 3 июня. О возможных изменениях предупреждал в конце 2020 года министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Педагоги и школьники ждут официальных документов и точных дат. Изменения есть и в правилах поступления в ВУЗы. Зачисления будут проходить в одну волну, а не две, как ранее. Остается возможность дозачислять абитуриентов на свободные бюджетные места. Как и в прошлом году, студенты могут сдавать экзамены онлайн через портал госуслуги. Хорошая новость для жителей Углегорского района. На двух участках областной трассы Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск кипят дорожные работы. О том, что там происходит, расскажем далее. На дороге из Углегорского района в Южно-Сахалинск оживлено. И дело не в транспортном трафике. На участке между селами Белинская и Парусная тяжелая техника срезает сопки. Работы ведутся на участке дороги Невель-Тамари-Аэропорт-Шахтерск в районе поселка Белинский. По выемке грунта и с вывозкой в отвал. Это делается для спрямления крутых поворотов. Еще здесь заменят три моста. Через реки Белинскую, Каменушку и Парусную временные объезды почти готовы. А вот от Красногорска до Айнского срезают не только сопки, но и лес. Деревья подступили к дороге слишком близко и опасны для транспорта. Мы не уничтожаем, мы расчищаем полосу отвода. Участок от 223 по 243 будет заасфортирован к 2023 году. Реконструкция участка, кстати, может не пощадить приметное дерево в районе села Айнского. Кому-то формой кроны оно напоминает воронье гнездо, кому-то пальму. Судя по расстоянию от дороги, дерево попадет под зачистку полосы отвода. В общей сложности протяженность двух участков, где идет реконструкция, около 30 километров. К 2023 году их должны закатать в асфальт. Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Углегорские новости. В районе перевала на границе Углегорского и Тамаринского районов ждет помощи брошенная собака. В этом месте животное заметили еще пару лет назад. Выживает пес только благодаря неравнодушным людям. До ближайших сел Медвежье и Красногорск по три десятка километров. Собака часто сидит на обочине, неконтактная, при приближении человека уходит в лес. Но возвращается. Если оставить еду и отойти на безопасное расстояние. Наша телекомпания обращается к неравнодушным, кто едет из Углегорского района или наоборот. Возьмите с собой что-нибудь съедобное для брошенного на произвол судьбы животного. Даем точные координаты места. Со стороны Углегорского района несколько метров вперед от столбика с цифрой 70. По левой стороне можно увидеть коробки, в которых люди оставляют еду для собаки. Со стороны Тамаринского района ориентир на 259 километр. Собака живет ближе к 260 по правую сторону от дороги. 8 марта в районном Доме культуры октябрь состоялся традиционный праздничный концерт на территории сердца. Напомню, требования по количеству людей на мероприятиях из-за эпидемиологической обстановки были отменены. На концерт смогли прийти все желающие. Артисты соскучились по аплодисментам и сцене. Жители Углегорского района в этот день услышали любимые песни. А также песни под гитару и выступления детских объединений. Когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. В первую очередь самим очень волнительно. Вот такое волнение я уже постараюсь. Отдача от зала мы так поэтому соскучились. Нам это вот так и крутало. Поэтому сегодня как в первый раз. И вот дай Бог, чтобы у нас всегда так у нас забыло. 14 марта в населенных пунктах Углегорского района пройдет традиционное празднование Масленицы. Жители ждут театрализованное представление, игры и конкурсы. Самое масштабное гуляние пройдет в Углегорске в 13.00. Поднятие гири, перетягивание каната, бой мешками и веселые эстафеты. Для детей будет организована отдельная игровая площадка. На протяжении всего праздника на площади будут работать торговые ряды. Самым ярким событием по традиции станет сжигание чучела. В Шахтерске массовое гуляние пройдет на стадионе. Театрализованное представление «Гуляй Масленица». Выставка декоративного прикладного творчества «Народные гуляния» и подведение итогов конкурса «Масленичных кукол». Начало также в 13.00. Обширные программы с конкурсами и угощениями запланированы и в Поречии. Начало в 12.00. А также в Лисогорском и Башняково в 14.00. Так как «Масленица» является традиционным народным гулянием, люди приходят с удовольствием на площадь, участвуют в наших играх, забавах. Поэтому мы ждем вас 14 марта в час дня на городской площади проводить зиму, встретить весну. Углегорские дзюдоисты завоевали три медали на областном турнире. В соревнованиях принимали участие 90 человек. Мария Ри, Марина Гуркун и Константин Серебряков привезли домой три бронзы. О том, как развивается японское боевое искусство в Углегорском районе в материале Дарьи Кораблевой. Секция подзюдо в Углегорском районе существует третий год. Здесь занимаются 30 детей возраста от 6 лет. Марина Гуркун уже получила желтый пояс. На тренировках выступает в роли второго тренера. Вообще, для того, чтобы получить желтый пояс, для этого нужно отходить год и выиграть три соревнования на первые места. Но я его получила меньше, чем за год, потому что я часто ездила на соревнования, и вот эти три места я получила. В отличие от бокса, карате и других видов единоборств, основу дзюдо составляют броски, болевые приемы, удержание и удушение. Не все получается с первого раза, но ребята не бросают тренировки. Мне понравился вот этот вид спорта, и сначала у меня не получалось, но потом у меня все получилось. И я начал тренироваться все больше и больше. Потому что победит и победит все их одно. У стройка мои глаза велики. Проигравших в этом виде спорта нет. Японское боевое искусство совершенствует не только тело, но и сознание. Один из главных принципов дзюдо – поддаться, чтобы победить. Но без поддержки, как и в любых начинаниях, не обойтись. Подхожу, как мать, как сестра, как бабушка, обнимаю, также переживаю за них. Такие же слезы, такие же эмоции. Стараюсь не показывать это все, сбадриваю, даю дух, готовлю к следующим соревнованиям. И также выезжаем, тренируемся. Сейчас борцы готовятся к областным соревнованиям, которые состоятся в апреле. Победителю достанется приз губернатора. Но самая лучшая награда – вера в себя. Ведь дзюдо – это прежде всего особая философия для сильных духом и телом людей. Дарья Кораблева, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Жители Углегорского района примут участие в Сахалинской лыжне. Старт 13 марта в 11.00. Место проведения – лыжная трасса по улице Войтинского в Углегорске. Участников ждут несколько дистанций для всех возрастных категорий. Заявки принимались до 11 марта. На данный момент в Сахалинской лыжне зарегистрировались 150 участников. Победители получат дипломы, медали и возможность участия в гонке сильнейших. Это были Углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды и проект «Старая пленка». Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Остается плюс 3, ночью минус 5, ветер до 5 метров в секунду. В понедельник также ожидается ясная погода. Температура днем плюс 4, ночью 6 мороза. Ветер небольшой, до 5 метров. Во вторник переменная облачность. Днем плюс 4, ночью минус 5, ветер до 7 метров. А вот в среду по прогнозу будет пасмурно-ветренная с порывами до 25 метров в секунду. Днем нулевая температура, ночью минус 6. В четверг ожидается переменная облачность. Небольшой снег днем минус 6, градусов ночью минус 7. Ветер до 24 метров. В пятницу прояснится температура воздуха днем минус 6, ночью до 11 ниже нуля. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова